Друзья, всем доброе утро! Всем хорошего настроения, солнечной погодки, самое главное крепкого здоровья! Вы на канале Галина Новый День Деревня. Решила полить свои фиалочки. Развела здесь вот водичку с удобрениями. Сейчас пролью. Алисочка, это не тебе. Скажи, ну дайте попробовать, да, Алиса? Что вы, жадные такие? Ну вот, друзья, позавтракали. Надо приниматься за обед. Сегодня хочу приготовить свекольник. Давно-давно не варила свекольник. Сейчас сварю свекольник и вычитала там в интернете пирог вкуснее торта. Хочу попробовать испечь пирог. Там обычное сдобное тесто и посыпается сахаром со сливочным маслом. Делаются дырочки так, в общем, в пироге и посыпается сверху сахарной такой вот крошечкой с маслом. Но не знаю, что получится, но хочу попробовать. Прям загорелось, думаю, надо испечь. Всё, Алиса у меня вон сидит на пьедестале. Варится здесь у меня уже бульончик, уточка. Сейчас пенку соберу. Решила свекольничек сварить. Говорила вам, что давно, давно уже не варила. Так захотелось мне со сметанкой. Здесь я уже порезала лучок. Одну луковичку хотела, не думаю, две порежу. Люблю, когда много лука в зажарке. Уже, видите, прорастает. На веранде тепло у меня, уже лук прорастает. Картоху порезала я уже. Опускаю к мясу. Пусть варится. А я сейчас поставлю зажарку. Будет зажарка. У меня сейчас тут ещё томится в сковородочке. Бурячок. И потом лучок. И морковочка. Сейчас присолю. Немножко. Тогда и мясо будет вкуснее. И картошечка. Всё будет повкуснее, когда сразу посолишь. Переставлю на другую комфорку. А здесь впереди буду жарить зажарку. А то неудобно. На той комфорке будет мне. Ставим сковородочку. Включаем. И маслечко. Немножко. И обжаривать сейчас буду лучок. Сейчас лук до золотистости. Обжарю. Потом добавлю морковочку. Что-то сковородку я не подрассчитала. Маловастенькую взяла. Надо пересыпать побольше. Это тоже ещё будет морковь. И будет ещё свекла. Режу морковочку. Соломкой порежу. И морковку порежу соломкой. И свеколочку. Соломкой. Сладкая. Всё хорошее. Ну вот, лучок готов. Поджарился, зарумянился. Добавляю морковочку. Пусть тоже потушится. И потом уже свеколку. Свеклу тушу всегда подольше. Прям уже до готовности. Почти до полной готовности. Вот под крышкой. На медленном огне. Буду делать без томата. Можно делать по желанию с томатом. Кто как любит. Сейчас чуть-чуть присолю. И тогда оно будет сочнее. И прям в таком соку, в собственном соку будет тушиться. Пока суть до дела. Сейчас вот у меня тут уже опарка готовая. И замешу сейчас тесто удобное. Опарка уже у меня разыгралась хорошо. Вспенилась. Сейчас перелью ее в большую чашку. Взабью яйца с сахаром. Здесь у меня на молоке опара. Стакан молока. Полстакана сахара. 50 грамм сливочного масла. Два яйца. Чуть-чуть солички. Сейчас венчиком забью яйца с сахаром сначала. И потом добавлю их уже к опаре. Все. Яйца я взбила с сахаром. Добавляю к нашей опарке. И замешиваем тесто. Муку просеиваю. Сейчас замесим чуть-чуть венчиком. Потом руками. О, блин, хотела похвалиться вам своим венчиком. А он сломался. Ну, ёпас, это вы посмотрите. Три секунды помесила. И венчик выскочил с ручки. Ну, ни в чём качества нет. Абсолютно. Вот, надёжнее всего руками. Сейчас засучу рукава и вперёд. Сейчас вот замесила. Вот не очень тугое ещё пока. И добавлю маслечко по чуть-чуть сливочное. Вобью в тесто масло, в общем, так сказать правильно. Вот, по капелюшке. Буду добавлять частями. Тесто вообще, как я прочитала в рецепте, оно должно немножко липнуть к рукам. Но я такое хочу сделать. Не забивать мукой тесто. В общем, так, как бы сказать правильно. Век живи, век учись. И дураком помрёшь. Вот всё остальное добавила, все остаточки. И сейчас вымесим. Мягко-мягко должно быть тесто. Ну, всё, готово. Видите, оно вроде и липнет к рукам, и в то же время и не липнет. Ну, такое уже. Замесила я. Я думаю, что нормально всё будет. И в конце люблю добавлять растительное масло. Ну, вот так, три жменьки. Три ложечки. Две ложечки. Достаточно. Всё, накрываем плёночкой пищевой. Пусть подходит в тёплом месте. Пока тесто подходит, соберу сливки с домашнего молока. Короче, по рецепту надо ещё потом залить сливками. В общем, замороченный такой рецепт, оказывается. Что-то я уже не рада, что и связалась с этим пирогом, тортом. Уж больно он какой-то тут замороченный. Ну, в общем, взялась уже, так надо доделать. Собираю сливки. Это потом будем обливать. Готовый уже, почти готовый. Будем обливать сливками. Посмотрим, наверное, тут у нас уже всё потушилось. Всё готово. Всё мягенькое стало. Растомилось, разморилось. Сейчас всё опустим в наш бульончик. Растомилось, как же он cursed. Добавляем лаврушечку, два листочка. Пропищала у меня хлебопечка. Хлебушек испекся. Сейчас вытащу как раз к обеду горячий хлеб у нас. Мы сами пекем всегда хлеб. Вот такой вот, видите, получился. Всего наморозили, в холодильнике всего полно. И забываю всегда добавлять. Вот вспомнила, добавляю еще черри, помидорки замороженные и перчик. Вспомнила, еще у меня есть укроп зеленый с луком. В общем, я сегодня про все вспомнила. Что-то у меня сегодня мозги на месте, оказывается, в голове. Все я вспомнила. Сейчас сядем пообедаем. И потом уже начну пирог выпекать. Посмотрим тут, какой у нас получился свекольничек. Красный, наваристый такой. Как у меня сынуля говорит, Сережа, нажористый. Нажористый. Вот и с домашней сметанкой. Кто с нами садится кушать, всем приятного аппетита. Приступаю к пирогу. Сейчас сделаю здесь донышко из бумаги. Форма какая-то не очень. Пригорает у меня к этой форме. Там где-то еще есть еще одна, но она очень большая. Ладно, сейчас вот заделаю в эту форму. Все готово. Тесто у нас поднялось. Хорошо поднялось. Слегка сейчас его обомну и распределю по форме. Беру сливочное масло. И добавляю 3 столовых ложки сахара. Я бы, конечно, добавила бы сюда еще муки. И сделала бы как штрейзельную крошку. Но по рецепту там нет муки. Делаю как по рецепту. Посмотрим, что получится. Как сказано в рецепте, так и делаю. Налила растительного масла. Сейчас обмакну палец. И понаделаю, понатыкаю дырочек. Так хорошо обмакиваю. И вот так вот дырочки делаю. И потом в эти дырочки нужно будет распределить сливочное масло с сахаром. Вот такая история, ребятки. Кто так делал, пишите в комментариях. Я первый раз делаю. Выкладываем масло с сахаром. Нет, наверное, надо руками. Что-то не очень. Ложкой что-то неудобно. Все готово. Накрываем полотенцем. И пусть поднимается. Пирог, торт, через черточку, наверное, так сказать, у нас поднялся в растоечке. Видите, какой высокий стал. Все ставим в духовку. Пока не зарумянится. У меня духовка вверх-вниз. В общем, ребятки, у меня случилось ЧПА. У меня пирог загорелся в духовке. Вот я его сейчас поставила на противень. У меня же он стоял без противня. Видите, потекло масло. И прямо на горячий низ в духовке у меня воспламенилось все там. Я испугалась, короче. Я не знала, что делать. И быстрее начала там все мокрыми тряпками застилать. Огонь потушила. В общем, кое-как вытащила пирог. Ну, вот он у нас теперь зарумянился, слава богу. Сейчас будем поливать сливками. Вот такая у меня проблема сегодня с этим пирогом. И горел он у меня. И загорелся. Но все-таки испекся. Поливаю сверху сливками. Да, вот это торт-пирог. Вот это он мне достался сегодня. Проливаю хорошо. Не жалею сливочек. Сливок много. Можно домашними сливками. Там эта девушка пишет. Ну, хоть бы сказала, поставьте, пожалуйста, на противень. Иначе оно через эту форму-то все стало вытекать. Масло-то растопилось все. И все у меня потекло. Представляете? Ой. Короче, у меня сегодня был стресс с этим пирогом. Но, слава богу, уже идет у меня дело к концу. Все залила сливочками. Пролила. И опять ставим в духовку. На минуток десять хотя бы. Вот вытираю все. Иначе опять боюсь, что опять все загорится у меня там в духовке. Алиса, ты тоже пирог ждешь? Скажи, да, конечно, я буду пирог. Ты как филин. Глазки выпучила. Алис. Алиса. Алиса. Все, наконец-то вытащила я свой торт-пирог. Пирог-торт. Не знаю, как правильно назвать. Вот такой он у нас получился. Сейчас раскроем, посмотрим. Форму уберу. Ну, с виду так вроде бы ничего. Высокенький, прям такой высокенький. Гарный. Мягкий-мягкий. Сейчас придут дети, позвонили. Попробуем, снимем пробу. Почаевничаем. Ну, вот, друзья, испекла я свой пирог. В общем, должен быть вкусным. Пахнет вкусно. Мягкий-мягкий. Попробуем, разрежем. Покажу вам, какой получится в разрезе. Ну, наверное, обычный. Обычно дрожжевое тесто. Единственное, мягкий и вот с такой румяной сахарной корочкой. Ну, наверное, увидит, что приоткрытый и так же сделает, да? Да. Ага, наверное. Мне позвонит, сказать. Или пусть закроет. Да не будет же Морозов, зачем? Ты будешь, Валер, пирог пробовать? Здорово, Андрюш. А ты так же в ковре поставил? Приоткрытый маленько, да? Там нормально? Мы с мамой там убирали. Ну вот, ребятки, видите, вот такой получился пирог. Мягкий, прям мягкий. Весь пропекся. Но такая история у меня получилась с ним. В общем, горел он у меня. В огне и пламени. Всё, всем пока-пока. Пока.